здравствуйте друзья вы видите принесенная с фермерского рынка хочется сказать с колхозного рынка сегодня утром помидорчики вот поменьше и побольше они разные помидорчики по вкусу и там овощное великолепие овощное великолепие так ну давайте так зеленюшечки петрушка это не петрушка это кинза да ты что а где петрушка петрушка мы еще будем петрушка мне положили это кинза хорошо кинза это чесночок такой чай называется зеленый чесночок и укроп но вы видите я не открыл америку вот это вот блюдо ну давайте так блюдо вы видите грибы лук репчатый так это кабачок хочется сказать по-английски скваш но но это кабачок это сква так он и есть что что там значит морковка там тоже лук это тоже скваш тоже кабачок нет это не кабачок баклажан я извиняюсь поклажем это тоже баклажан значит капуста подожди капуста туда в руке теперь это фенхель перчик а что ты фенхель как-то ободрались с него листочки специально подробно то что мы сейчас вот процессор на ладиме покрашен да и будем короче света что мы готовим мы готовим рагу слышно ты я только что специально для этой передачи посмотрел на интернете в чем разница да поскольку они все готовят с мясом то у них там какие-то дефиниции по поводу мяса разные что касается нашего выдала будет овощное поэтому никакой существенной разницы нет то есть и рагу и сатэ содержит мясо до нас от и считается как бы очень быстрое приготовление более быстрая чем раку должно будет рагу сатэ без мяса без мяса не все конечно овощи туда пойдут и очень много помидоров я думаю что один пойдет но мы просто чего принесли то и показали вот вы видите друзья как все это протира все это протирается давай друзья за потопную подарили нам друзья хорошо но какая еще что-то круто нет остальное цвета ты эти скваши я смотрю скваши это баклажан баклажан эти китайские баклажанчики ты почистил раздела раздел его хорошо не раздела 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 значит грибы света режет но не просто так режет как я просто так речь и просто рассказал что поставить выпариться но дело в том что грибы естественно не пускают очень много сока так я их обычно кладу в кастрюлю с толстым дном без ничего вот конечно но это не пускай вяжу на такой 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 вот такую и на льду так и горически твой к存и можно добавлять куда-то больше они уже больше не буду а крышку такой составатель не хотим чтобы выбрать это значит дать водички уйти из гриба это значит дать водички в убедите из гриба и сразу панет мало и так кажется что тут может его вообще не грибы они вообще приготов нет нет вообще всего много очень давно ну оно все как-то упарится жарится. Грибы в кастрюльке насыпались. Без ничего, без воды, без всего. Но в кастрюле толстое дно. И ставлю на плиту, на горячее дно. И закрываю крышкой плотно. Давай крышкой. Все, и они будут себе пыхтить. И надолго? Ну, когда я вывезу, что они уже выдали все. То есть ты как бы будешь просто визуально контролировать? Конечно. Вот это масло Света только что распечатала, не совсем распечатала бутылочку. Света, здоровенная бутылочка. Что за бутылочка расскажи? Дело в том, что я делала ресурсочные интернеты по поводу того, на каком масле лучше жарить. Потому что очень много всяких масел. И в крови того, что на оливковом масле жарят на обычном, первой выжимке. И это не очень хорошо, потому что у него температура кипения невысокая, и оно начинает гореть. А это? Это тоже оливковое масло. Но оно хорошо тем, что это моно какие-то, моно-жиры, да. Моно-жиры. Но вот тут написано, что оно сделано cold-press-refined. И вот это ключевое слово, потому что оно делает существенно высшую температуру ее сгорания. И оно не горит практически. То есть у него не остается вот этих горелых. Это cold-pressed-refined, значит, повышает температуру кипения. Да, но то, что это именно оливковое масло, оно очень полезно. То есть есть другие масла с высокой температурой кипения, но у них есть моно-жиры, которые более вредны. А вот это как бы хорошее, считается. Понял. Вот грибочки приобретаются. Они же жарятся без воды. Это как кондицию. Да, у совершенно сухой сковородки. И вот таким слоем, как есть. Да, если поджарилось, не просто воду раздает. Но они вот, если я закрываю крышкой, они уже сейчас, видишь, как только они начали выделять воду. Да. Если их закрывать, они уже пристают жариться. Масло отправляется на сковородку. Сковородка отправляется на огонь. А какой подогрев ты ставишь? Ну, ты что поджарилась, я ставлю большой подогрев. Ну, какой? Ну, не знаю, какой. Или так, на глазок. На глазок. Самый большой. Вот хай. Вот, левая ручка стоит на хай. Он должен нагреться, пусть он нагреется немножко. А вот, и все, что мы нарубили, а мы нарубили фенхель и лук. Да. Дело в том, что фенхель очень долго прожаривается, поэтому мы старались его как можно тоньше порубить. И он пойдет первый, чтобы успеть... Ну, да. А тут этот у нас попыхивает. Так. Попыхивает. Это будет в очередной, да, или нет, просто поменьше температура. Ну, это поменьше. Хорошо. Слушай, я думал, грибочки там за пару минут все это сделают, а не так. Нет, они не забарны. В общем, некоторое время требуется. Так, лучок с пенхелем отправляются в сковородку. Слушай, приличное количество так чисто внешне. Да, ну, оно тоже ужарится, улавится все, но... Ну, да, да. Да, это вот такая составляющая главная. То есть, остальное для вкуса. Наскачу пенхель при готовке вообще не дает никакого вкуса. Если лук дает еще такой сладковатый привкус, пенхель при горячей обработке, во-первых, он перестает пахнетомисом, не дает никакого вкуса. Но он очень полезный. Мы уже на вкусном опыте убедились, что он хорошо влияет на живуток, и в чем-то, как и детьми, там, и все такое-то. На пяти. На пяти, да. На пяти. На пяти, да. Вот, поэтому мы его добавляем, добавляем его приличное количество. Вот, здесь оно тут черезарится, сейчас закроем крышкой. Ну что, вы видите, что уже и морковочка добавилась. Морковочка была вручную, порезана ножиком и добавлена. Так, сладкая картошка. Мы ее не показали, что мы с рынка ее принесли, но мы принесли. А, мы с рынка в магазине купили, мы не ходим. Вот так. А здесь оно жарится. Долго будет жарить? Ну, я покажу, что остальное овощи, оно мне не мешает. Понял. Ну, что не жарится, не жарится. Так, помешали, помешали. А у нас там на подходе, друзья, на подходе перчики разноцветные. Давай. Перчики, перчики, перчики. Оп. Да, я люблю, чтобы было разноцветное. Да, и выходит очень приятно. А цвет останется потом в готовом продукте? Ну, будет не такой яркий, конечно. Ну, оставим. Да, не очень. Капусту ножичком и тоже добавляем. То есть, в добавлении определенный порядок есть. Перчик до капустки. Да. Время требует. Время требует. Время требует. Как-то они иначе выглядели, что ли. Потому что, баклажаны были пузатые. Ты помнишь? Это китайские баклажаны, другой сорт. Просто мне был другой. Такие были фиолетовые и пузатые? Ну, да. Они тут тоже есть. Вот они называются вискторианские. Причем они не такие здоровенские. Поменьше. Они поменьше. Такие вполне интеллигентные. Вот сюда же сейчас добавим эти грибочки, которые у нас там отдельно стоят. Отдельно стоят? Грибы. А, грибы. Мы же еще не бросили. Да, да, да. А обратите внимание, что я ничего не солила, не перчила еще. А будем еще солить и перчить? Ну, а как же, мы еще опыта добавим. Вы видите, как нарезается помидор. Сочный такой помидор. Хороший. И хороший, да. И вот эти помидоры, они последними войдут в сковородку. В историю. Да, потому что... Почему же это последними? Ну, потому что помидоры кислые, и нужно класть тогда уже все более-менее. в степени готовности, иначе оно при добавлении кислого, оно становится мягким. Вот у нас получилась красота. Она не такая, чтобы разваренная совсем, но и уже достаточно мягкая. Так. То есть пришло время бросить в мидоры. Давай. Идут помидоры. И приветствует салат. То есть встреча в сковородке, не салат, конечно. Рагу, оно же сапте. Да. Да. Так, а пройдут пионеры? Сейчас сделаем побольше огонь. Так. Она немножко покипела. После этого нужно посолить, поперчить. Я думаю, что... Подождите, сколько ему огоньки-то? Я не знаю. Я по вкусу, я поделаю так. Света без рецепта. Она на голову. Я не умею по рецептам готовить. Но нам надо побольше разделать. Так. Вот, сейчас помидоры немножко тут тоже подпушатся. Так. Потом мы попробуем все это. Добавим соли и перца по вкусу. И, наверное, добавим немножко уксус. Потому что в этом помидоре очень мало сока. Он такой не систились. Угу. А ты говорила, что помидоры-то сухие какие-то, несочные. Нет, но немножко напекло с помидором. Но я добавила 3-2 ложки яблочного уксуса. Так. Чтобы оно было здоровое. 2-2 ложки, думаю. 2-2 ложки. Ну, это даже больше, чем с половиной. У нас такая сервировочная ложка большая. Так, давай. У нас теперь... И теперь, собственно, зелень не можно выключать. Так, давай покажем зелень. Вот она порезанная все. Вот порезанная зелень отправляется на сковородку. Вот так, так, так. То есть я вижу здесь укроп. Я вижу здесь укроп. Это самая кинза и это вот, как называется, чеснок этот. А, чай. Чеснок такой. Все, перемешиваем. Оно-то перемешиваем? Ну да, оно должно же, как-то немножко проантретировать. И вообще оно должно, по идее, настояться. Его не сразу есть. Так. Оно должно немножко остыть и настояться. Как-то оно все... Но мы не будем сразу есть. Ну, мы не будем, мы не спешим никуда. Нам еще нужно баранье яйца, сами пожарить. Баранье, да, стоит. У нас и барашек. Но барашек не будет связан с рагу вот этим. А почему нужно? Потому что рага почему надо. Хорошо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...